28-я армия оперативное войсковое объединение в составе вооруженных сил СССР участвовала в Великой Отечественной войне. После ее окончания находилась в составе Белорусского военного округа, командующий армией генерал-лейтенант В. Я. Качалов, член военного совета армии бригадный комиссар колесников Василий Тимофеевич, начальник штаба армии генерал-майор Егоров Павел Григорьевич. Первое формирование. Первое сформировано в июне 1941 года в Архангельском военном округе с непосредственным подчинением ставке ВГК. В нее входили 30-й и 33-й стрелковые корпуса, 69-я моторизованная дивизия, артиллерийские и другие части. В середине июля была передана фронту резервных армий, а 21 июля Западному фронту принимало участие в Смоленском сражении, попало в окружение. 10 августа управление армией было расформировано, а вышедшие из окружения части переданы на формирование частей резервного фронта. Пропавший без вести генерал В. Я. Качалов согласно приказу номер 270 был объявлен предателем и заочно осужден. Только 23 декабря 1953 года после установления обстоятельств гибели храброго командарма Верховный суд СССР отменил приказ номер 270, второе формирование. 28-я армия второго формирования была сформирована 15 ноября 1941 года в Московском военном округе. Командовали армией Тюлейнев до марта 1942 года, Дыри Бышев до 3 июля 1942 года, В. Д. Крюченкин в июле 1942 года. Армия принимала участие в мае 1942 года в неудачной Харьковской операции, но избежала окружения. 1 августа 1942 года управление армией переименовано в управление 4-й танковой армией, а войска переданы в 21-ю армию, 3-е формирование. 28-я армия третьего формирования была сформирована в сентябре 1942 года на базе расформированного Сталинградского военного округа. Первоначально в ее состав входили 34-я гвардейская стрелковая дивизия, 248-я стрелковая дивизия, 52-я, 152-я и 159-я стрелковые бригады, 78-й и 116-й укрепленные районы и другие части. В период Великой Отечественной войны войска армии вели боевые действия в составе Сталинградского, Южного, 4-го и 3-го украинских, 1-го и 3-го белорусских фронтов и завершили боевые действия в подчинении 1-го украинского фронта. Армия участвовала во многих сражениях Великой Отечественной войны, в том числе в Миусской операции, в Берлинской наступательной операции. Пражской наступательной операции командовали армией до ноября 1943 года В.Ф. Герасименко, до мая 1944 года А.Гречкин, до мая 1945 года А.А.Лучинский. На момент окончания Великой Отечественной войны армия имела в своем составе 3-й гвардейский стрелковый корпус 50-я гвардейская стрелковая Сталинская дивизия, 54-я гвардейская стрелковая Макеевская дивизия, 96-я гвардейская стрелковая Иловайская дивизия, 20-й стрелковый корпус, 48-я гвардейская стрелковая Криворужская дивизия, 55-я гвардейская стрелковая Пинская дивизия, 20-я стрелковая Барановическая дивизия, 128-й стрелковый корпус, 61-я стрелковая Никопольская дивизия, 130-я стрелковая Таганрогская дивизия, 152-я стрелковая Днепровская дивизия, Белорусский военный округ в сентябре 1945 года. Соединения 28-й армии, передислоцируемые на территории СССР, прибыли маршем в Белоруссию, в состав войск Барановического военного округа. В рамках послевоенного сокращения вооруженных сил количество стрелковых соединений сокращалось, а их качественность состав усиливался. В сентябре 1954 год, 12-я гвардейская механизированная Мазырская дивизия и 50-я гвардейская стрелковая Сталинская дивизия в составе 128-го стрелкового Гумбининского корпуса были основой войсковой группировки тотских учений Советской армии с реальным применением 40-килотонной атомной авиабомбы. В 1957 году, управления стрелковых корпусов были упразднены, стрелковые дивизии переформированы в мотострелковые, а механизированные дивизии в танковые. 8-я механизированная дивизия в 28-ю танковую Александрийскую краснознамённую ордена Кутузова дивизию, 12-я гвардейская механизированная дивизия в 33-ю гвардейскую танковую Мазырскую краснознамённую ордена Суворова дивизию в августе 1968 года. 15-я гвардейская танковая и 30-я гвардейская мотострелковой дивизии 28-й армии были введены в Чехословакию, где остались в составе центральной группы войск. В свою очередь, в составе 28-й армии была сформирована 76-я танковая дивизия, а в 1979 году в Гродно была дислоцирована выведена из ГДР 6-я гвардейская танковая Киевско-Берлинская дивизия. Таким образом, в 1980-е г.г. в составе 28-й армии имелись три танковые и одна мотострелковая дивизии. В конце 1980-х годов 28-я танковая дивизия была расформирована, а 76-я танковая дивизия была преобразована в 5356-ю базу хранения вооружения и техники. Состав на 1990-й год штаб армии Гродно, 902-й отдельный десантно-штурмовой батальон, 465-я ракетная бригада, 120-я зенитная ракетная ярославская орденовку Тузовой и Красной звезды бригада, 111-й артиллерийский полк Брест, 801-й реактивный артиллерийский полк Слободка, 1199-й реактивный артиллерийский полк Барановичи, 954-й разведывательный артиллерийский полк Слободка, 181-й отдельный вертолетный полк «Пружаны», 95-й отдельная вертолетная эскадрилья «Гродно», 174-й отдельная эскадрилья беспилотных средств разведки, 56-й отдельный инженерно-саперный батальон «Брест», 557-й отдельный инженерно-саперный батальон «Гродно», 586-й отдельный понтонно-мостовой батальон, 74-й отдельный Берлинский красноснаменный орден Александра Невского полк связи Гродно, 255-й отдельный радиотехнический полк, 36-й отдельный радиотехнический батальон, 930-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы, 54-й отдельный батальон разведки заражения Волковыск, 40-й отдельный батальон химзащиты, 108-я бригада материального обеспечения, 259-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон, 278-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон 6314-я база хранения имущества «Слоним» 5356-я база хранения вооружения и техники «Брест». 28-я танковая Александрийская краснознаменная ордена Кутузова дивизия «Слоним» расформирована в конце 1980-х годов 116-й танковый Александрийский краснознаменный ордена «Суворова полк». 236-й танковый краснознаменный ордена «Суворова полк» 241-й гвардийский танковый «Веленско-Ковинский полк» 293-й мотострелковый краснознаменный ордена «Суворова полк» 737-й артиллерийский полк 838-й зенитный ракетный орденов «Суворова и Кутузова полк» 76-я танковая дивизия Преобразована в конце 1980-х в 5356-ю базу хранения вооружений и техники 6-я гвардейская танковая ордена «Ленина» краснознаменная орденов «Суворова и Богдана» Хмельницкого дивизия Гродно 52-й гвардейский танковый фастовский ордена «Ленина» дважды краснознаменный орденов «Суворова и Богдана» Хмельницкого полк Гродно 53-й гвардейский танковый фастовский ордена «Ленина» краснознаменный орденов «Суворова и Богдана» Хмельницкого полк ГОЖА 67Т-72-3 БМП-2-2 БРМ-1 Кельвин 6БТР-70-12-21 Гвоздика 20-й гвардейский танковый полтавский краснознаменный орденов «Суворова и Богдана» Хмельницкого полк Гродно 67Т-72-3 БМП-2-2 БРМ-1 Кельвин 6БТР-70-12-21 Гвоздика 20-й гвардейский мотострелковый «Васильковский» ордена «Ленина» дважды краснознаменный ордена «Суворова» полк Гродно 20МТ-72-88 БМП-2-2 БРМ-1 Кельвин 2БТР-70-12-21 Гвоздика 350-й самоходно-артиллерийский «Шепетовско-Гнезненский» орденов «Суворова» Кутузова и Александра Невского полк Гродно 1076-й зенитный ракетный полк Гродно 3-й отдельный разведывательный батальон Гродно 145-й отдельный батальон связи Гродно 120-й отдельный инженерно-саперный батальон ГОЖА-981-й отдельный батальон материального обеспечения Итого, 229 танков 122 БМП-23 БТР-72 САУ-12 РСЗО 50-я гвардейская мотострелковая «Сталинская» дважды краснознаменная орденов «Суворова» и «Кутузова» дивизии Брест-148-й гвардейский мотострелковый полк Брест-150-й гвардейский мотострелковый полк Брест-52-й гвардейский мотострелковый полк Брест-69-й танковый полк Брест-93-й гвардейский артиллерийский полк Брест-1066-й зенитный ракетный полк Брест-1283-й противотанковый артиллерийский дивизион Брест-90-й отдельный разведывательный батальон Брест-80-й отдельный батальон связи Брест-56-й отдельный инженерно-саперный батальон 490-й отдельный батальон материального обеспечения, 22-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон. Итого, 187 танков, 232 БТР, 51 БМП, 12 РСЗО в составе Вооруженных сил Республики Беларусь. С образованием Независимой Республики Беларусь на базе сил Беларуского военного округа были созданы национальные вооруженные силы. В 1993 году 28-я Краснознаменная общевосковая армия была преобразована в 28-й армейский корпус. В 2001 году в Западное оперативное командование. По состоянию на 2011 год основой сил Западного оперативного командования является 6-я отдельная механизированная Киевско-Берлинская бригада и 11-я отдельная механизированная Прикорпатско-Берлинская бригада, а также отдельные соединения и части. Память. Около населенного пункта Холхута Яшкульского района Калмыкии находится мемориальный комплекс воинам 28-й армии. В листе находится памятник воинам 28-й армии. Улица 28-й армии в Астрахани.